Здравствуйте, дебилы! Сегодня мы поговорим о дебилах. Философ говорит о дебилах вокруг нас, но поговорим о дебилах олигофрении. Олигофрения, дебил, олигофрен. Олигофрена – это значит маленькие мозги, малоумные, малоумие. Ум есть, конечно, но его не хватает немного. Это олигофрены. Все олигофрены мозгов совсем мало идиотизм. Часто идиоты говорят какими-то такими сложно понимаемыми фразами или не говорят вовсе, мычат. Мозгов олигофрена так мало, олигофрена такой незначительный, что идиот не поддается излечению, воспитанию. В общем, это трагедия, когда есть идиот. Следующая стадия олигофрении, когда мозгов несколько больше – это эмбицилы. Эмбицилия – идиоты, мозгов мало, но такие люди – эмбицилы, эмбициловцы, они всегда остаются все-таки эмбицилами. И есть дебилы. Вот меня вот дебилы больше всего заинтересовали. Там дебилы есть разные, есть злобные, есть торпидные дебилы, агрессивные дебилы, салонные дебилы, кстати, несут какую-то ахинею. Дебил – вот, очень важно, что дебил отличается от дебилов, но это псевдодебил, это не настоящий дебил. Дебил – это диагноз, сфера олигофрении. Дебилы меня заинтересовали, то есть дебил. Так вот, дебилы – люди, достигшие серьезных успехов в науке, на самом деле. Настоящих из клинических дебилов есть, можно сделать при желании академика. Барьером дебила является… Дебил, понимая речь, не понимают. Я пригляделся к феномену дебилизма, клинический диагноз дебилизма. Дебил – это… Вот дебил от дебила… Итак, дебилизм. Мы – дебилы, то есть в данном случае мы в таком клиническом состоянии дебила. Дебилизм – это на самом деле особое, которое и недоступное дебилу. Вот это принципиально. Что дебил… Дебил – злобный дебил. Как бы торпидный дебил, злобный, агрессивный дебил, злобный, злобный дебил. Психология злобного, злобно-агрессивного дебила. Торпидные дебилы – наоборот. Дебилы бывают разные. Диагноз идиотизма, понятие идиотизма – дебилы, это можно считать их лёгкими идиотами, то идиотов можно считать законченными дебилами. Идиотизм. Движение в сторону идеала идиота. В сторону идеала идиота – шаг дебилизм, потому что именно здесь происходит society. Дебилизм приблизительно к этому идиотизму через дебилизм. Приложение этой философии дебилизма можно считать социальные сети. Тоже очень интересный момент. Сеть как таковая – это институт дебилов. Мы уже оказываемся в положении дебила, и мы имеем дело только с дебилами. Он ведётся именно как дебил. Он ведётся как дебил. То есть, в сети все дебилы, и общается только с дебилами. Дебил к дебилу. То есть, вот ты можешь быть агрессивным дебилом, может быть злобным, может быть торпидным, но всё равно ты и есть, вот пока ты в сети – ты дебил. Вот слушал каких-то рэперов современных, но это даже уже не дебил, это уже ближе к имбецилам. Следующий этап несёт какую-то ахинею под тезис о дебилизме, на самом деле, как о норме. Люди, которые или являются дебилами, разумный человек или настоящий просто как бы дегенерат, но они начинают тогда просто изображать из себя дебилов. То есть, дебилизм становится очень интересной метафорой. Скорее, шизофрения. То есть, шизофрения, как человек, способный одновременно говорить виталистский бред. Наше общество становится как бы на путь к такому догматическому дебилизму. И вот многие из вас не поймут, о чём я говорю. Потому что наше общество, оно само постепенно превращает дебила в человек. Дебил. Ведёт себя как дебил. И вот последний вывод из этого анализа дебилизма, что построение искусственного интеллекта – это и есть построение такого глобального, умного, всезнающего, всемогущего дебила. Потому что самым главным дебилом, таким мировым дебилом, является искусственный интеллект. Дебилизм современного обывателя, сетевика. Бомж ехал на запись сюда. Способ бытия людей, которые постепенно, как бы прицельно двигаются в направлении олигофрении. Как бы им маячит такой идеал идиотов. Естественная деградация. Быть дебилом становится нормой. Всего доброго. Всё.